Екатеринбург 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 И потом из этого получилась целая программа, собственно говоря. И вот потом, поскольку мы с другим моим коллегой Сергеем Ивановичем Ворошилиным решили заняться границей, а граница это невозможно без Василия Никитича и Филиппа Иоанна Строленберга. И, соответственно, а раз мы Татищевым, то в феврале я проводил открытый урок учителя географии, я обратился к Марии Дмитриевне, она сама учительница русского языка, ведет его для русских эмигрантов. Вела, по крайней мере, пока могла. Она прислала приветствия. И сегодня мы, я на конференцию сказал, к сожалению, у нее сын не смог сегодня приехать, но она прислала поздравления. Перед открытием конференции гости могли познакомиться с книгами и фотоальбомами издательства «Квист», посвященными путешествиям. На этой конференции мне представляется, что наиболее две важные темы – это туризм, в том числе и внутренний туризм, и экология. Может, экология здесь немножко меньше затронута, но я считаю, что туризм и экология – это две самые важные темы, и они к тому же еще и пересекаются. Что касается конкретно нашего участия, то мы участвуем как члены русского географического общества. И вот сегодня мы сюда привезли некоторую нашу продукцию за последние годы. И вот я рад показать вам последнюю книгу, которую мы издали, называется «Она Тюменская сторона». И рассказывает о замечательной природе Тюменской области, Ханты-Мансийского округа и Ямало-Ненецкого округа. И книга эта интересна тем, и сильно отличается от всех остальных книг по Тюмени, то, что здесь нет ни одной фотографии, посвященной нефти или газу. То есть это Тюменская область без нефтяников. Им это не очень нравится, но это наша такая позиция. То есть мы рассказываем о природе, а не о индустрии. А еще на конференции можно было увидеть музейную экспозицию этнопарка «Земля предков». В рамках конференции у нас здесь представлена выставка, связанная с культурой народа Манси, которую сюда привез наш этнопарк «Историко-этнографический «Земля предков». И эта культура очень любопытна, потому что большая часть территории Свердловской области принадлежала раньше когда-то народу Манси. Но сейчас они резко исчезают и ассимилируются. Их количество уже падает почти до 100 человек, поэтому культура исчезающего народа наиболее интересная. Мы представили здесь несколько экспонатов, которые сами по себе чрезвычайно любопытны. У современных Манси нет оленей, и естественно нарты им не нужны, они их перестраивают под железного коня. А традиционные олени и нарты, которые таскали олени, сейчас уже нонсенс. Найти их невозможно. Поэтому для нас очень важно показывать даже игровой вариант нарты, для того чтобы мальчишки и девчонки знали, что такая штука ездила по всему Уралу. Или же мы совершенно рады и всегда есть такая возможность показывать теплые вещи. Прежде всего обувка, это называется нярки, детские кожаные тапочки, которые носил каждый ребенок и каждый взрослый в Пауле, в деревне. Поэтому такую штуку чаще всего не выбрасывают, ее перешьют, переделывают, но будут использовать многократно. Парк занимается довольно большими программами, разнообразными, и пытается рассказать о различных аспектах культуры народа Манси. И охотники, рыболовы, оленеводство, сказки и мифы древнего народа, мир матери ребенка. Даже такая тяжелая тема, как анимизм, детемизм, жаманизм, мы тоже пытаемся рассказывать, потому что чрезвычайно любопытно узнать, что такое пупых идол, как они живут и почему появилась в русских сказках избушка на курьих ножках. Участниками конференции стали не только взрослые, но и дети. В них прошла своя секция в Кванториуме, занятия в геоквантуме и географический брейн-ринг. Я буду представлять проект, который разработали участники детского молодежного общественно-экологического движения «Зеленый дозор». А проект называется «Граница Европы-Азии» в формате детско-юношеской экспедиции «Большой тур по Северному Уралу». Название такое громкое, а на самом деле этот тур предполагает посещение семи точек, которые объединяют, можно сказать, весь наш край, начиная от села в село до Благодатского и заканчивая вершиной 1300, это главный уральский хребет. У нас у каждого человека в экспедиции своя задача, скажем так, своя зона ответственности. Кто-то измеряет все время давление людям на подъеме, при спуске, кто-то температуру воздуха, кто-то ведет уже более серьезные наблюдения. В общем, в результате получается такая интересная обучающая экспедиция. Экспедиция. Дети меняются. Вот их сразу видно, кто уже побывал в наших экспедициях, ну даже в большом туре, а кто еще только готовится. У них, во-первых, разные отношения друг к другу. Если до каких-то маршрутов дети все-таки немножко эгоисты, вот, но когда в течение семи дней тебе нужно и кусок хлеба, что называется, поделить пополам, и в кругу сидеть, и на свое «я» наступить, то после экспедиции они все равно хотя бы немножечко на другим. Некоторые остаются в движении, и с нами продолжают путь, и путешествия дальше тоже с нами. Олеся Стариченко, Ксения Валянская, специально для ОРГПУ.